Как связана двоичная система осчисления с вот этой игрой? Угадывай. Можно было в эту игру играть одновременно с несколькими загадавшими числями. Так. То есть не с одним... А, кстати, давайте-ка выходить. Делаем сейчас следующее. Вы выходили в кафедре, там, что называется? Закрываете глаза? Закрываете глаза, выходите. Да? Кто же еще? Чтобы все видели, что вы самые честные. Так, вышел закрыт глаза. Нет. А вы вот там вот пишите свои числа. От одного доска. Каждый пишет свое число. Здесь? Да. Он не смотрит, он честный. Лучше показать. Число лучше показать. Загадывайте, не корову проигрывайте. Одно число уже написано, все запомнили. И второе число. Так. Замечательно. Все запомнились? Да. Отлично. Все. Можешь поворачиваться. Значит, ребята, сейчас будет очень неприятная для угадывающего ситуация. Один и тот же вопрос обоих. И девочки, и мальчик. И каждый из них будет честно отвечать. Нет. Я понимаю, по-настоящему задавать вопросы мальчику. С ним разобраться, потом задавать вопросы девочке. Можно задавать такие вопросы, что оба будут отвечать и угадаешь. Ну, сможешь? Так. Тишина. Это больше 50. Так. Первый вопрос годится обоим. Это больше 50? Больше 50. Да. Нет. Стоп. В обоих случаях, да? В обоих случаях это больше 50. Давайте записать. Х больше 50. Ответы. Да, да. Так. Это черное число? Нет. Х делится на 2. Так, у девушки – да. У мальчика нет. Правильно? У мальчика нет, правильно? У мальчика нет. Наоборот. Это черное, которое делится на 2. Да. Нинусный делится на 2. У меня есть мальчика на 2. Здрасте! все, все, садитесь, мы шину испортили ну что такое ну как раз и так можно все, ребят